В связи с финансовыми трудностями у застройщика строительство нового жилого комплекса в поселке Мещерина шло медленными темпами. Разрешение на возведение первого дома было получено еще в конце 2014 года, но из-за экономического кризиса сроки сдачи объекта были перенесены. В итоге, благодаря поддержке Министерства жилищной политики Московской области и администрации Ленинского городского округа удалось избежать проблемной ситуации. Министерство жилищной политики помогало застройщику оформлять документы, получать согласование для того, чтобы уже в момент достроя дома полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию был сделан. Еще одна проблема, которую вовремя удалось решить, связана с газовой котельной. Не все собственники были согласны со смежным прохождением сети газоснабжения. Эту проблему удалось решить. В настоящий момент этот дом подключен к централизованным сетям водоснабжения, водоотведения и канализования, электричества. А также с помощью модульной котельной с подведением газа он теперь получает соответствующее тепло. Месяц назад пятиэтажный дом на 109 квартир был введен в эксплуатацию. И вот в торжественной обстановке первым трем новоселам вручили ключи. Радостное событие. Всего большого. Поздравляем вас. Обладательница новой квартиры Дарья Еремина уже определилась с интерьером и с нетерпением ждет переезда. В квартире все устраивает. Все так, как и заявлялось ранее. Никаких у меня замечаний не было по приему. Константин приобрел квартиру в марте этого года. Привлекло удобное расположение и прекрасный вид из окон на лесной массив. Будет домофон, есть электронная дверь с кнопочкой. Планируется въездной шлагбаум. То есть я очень рад в принципе. И доступность до Москвы 5-10 минут езды. Проблем нет. Сейчас идет процедура приема покупателями своих квартир от застройщика. В настоящий момент реализовано 70 квартир. У дома полностью завершено благоустройство дворовой территории. Рядом активно строится еще один многоквартирный дом этого жилого комплекса. Планируется также маршрут для общественного транспорта.